Да, без этого не пройти. Да чтоб без вкусностей, да чтоб без приятного к общению любимых граждан солнечной Армении. И вот такое получилось просто. Меня попросили раскрутить новую точку для продажи вкусностей для тех, кто хочет часть жизни прожить в Башкирии. Но чтоб без вкусностей и к моему телу дело-то не обошлось. А теперь подумайте. Салат павлиний хвост. Вкуснейший ассортимент из сыра с прелестями. Обалденное фирменное блюдо из картошки с грибами с миском. Кулебяки и свежак овощной. Естественно, грибы с натуральными баклажанами и овощами. А также штрунделя. И все это к сумасшедшему люля-кебабу. Ну что, ребятишки, а? Попробуем! Вкуснейшая разработка ресторана «Авчек Урала». Это люля-кебаб. Обратите внимание, пора об этом чуть позже. Но прежде чем покушать люля-кебаб плавненько. Закидаем в себя. Все то, чем славится ковчек урала. Это фирменные блюдца. И все, что сделано для вас. И вот это да. Прям при мне изготовлено было. Вот теперь скажу, а честно. Я тут два раза в Туркес побывал. Так вот, так как здесь, там турки не готовят. Ну, есть там места, где готовят немножко по-другому. Но настолько вкусно. Это потому, потому что здесь, извините, другие люди. Достойная армянская диаспора. Армянская диаспора вас не просто торгует. А показывает, как вам надо это делать. Ну, да, славненько так насытившись в павлине хвостик. Если честно, я попросил только кебаб. А сделали ведь наоборот. Ну, из чего это павлине хвостик? Исключительно качество продукты. Здесь вообще все очень качественно. Мы тут побеседовали. И пришли к выводу, что это, наверное, самое качественное место будет. Потому что даже зимой все будет суперским. То есть, вы сможете также закупить себе весь перечень мяса. Любой. Представляете, да? Выезжаете в сторону аэропорта, отовсюду ехать в любом направлении Башкирии. Это еще, наверное, час. Пока все соберете, мясо будет суперовским. Мясо, естественно, готовится. Ну, и для души и для тела. Естественно. Овощи, так же, как и фрукты, будут 100% натуральными. Цены вопросом небольшие. Я, честно, на химии, но понял, что после химии надо вот здесь покушать. А вот теперь тот самый замечательный кебаб. Честно, хлеб я так не ем, но вот здесь я его ем с удовольствием. Домашнее изготовление. Либо еще полчаса назад будут булочкой. А теперь это вкуснятка. Да еще и с грибочками. Здраво. Кебаб. Этот кебаб может спокойно в моей табеле орангах претендовать на звание номер один. Объясняю. Внимательнее. Этот кебаб, который все-таки, это как два кебаба. Вот. Попробуем, что же это такое. С настоящим. Армянским, соусом. Экселент. То есть лучшее вам и представить себе не дадут. Я теперь подумаю и делаю. Конечно, сюда зайти, провести время в великолепной компании заодно. Ну, если времени нет, а хочется домой. Ну, вот для этого мы сейчас вместе с вами, после нашего замечательного объединчества, выйдем на улицу. Здесь покажем вам. Отлично и просто. За сумму небольшую. Вы можете себе все тоже представить, но уже в ваших домашних условиях. А вот он, телефончик-то. Это для тех, кто хочет проехать мимо ковчега Урала и попробовать то, что мы овкуснели. И, кстати, все должны понять, что к горе Арарат, но и на ковчеге пристал. К сожалению, Арарат виден не из Армении, но принадлежит другому государству. А к нам приезжает наш ковчег. И в скором времени ковчег на 500 персон расположится здесь, прямо из выезда в аэропорт. И будет он новым и самым приятным местечком-то. И, честно, зная нашу практику, я скажу. Полчаса езды подальше из города, каждый день с килограммом миска, даст вам удовольствие в жизни больше, чем общение с теми, кого бы я выселил в ЛПП. Ну и, конечно, ваше внимание к ценам. Жизнь у нас, я скажу, неправильная, но с такими ценами она становится гораздо лучше то. Вода, конечно, очень вкусно после этого замечательного вечера здесь, в ресторане Ковчег Урала. Выйти на улицу и подумать о том, что, а как бы можно было бы просто проехать спокойненько так. И не заходя сюда, вот в лесочке так, вот смотрите, погодка-то какая. Небо замечательное. Вот, остановиться, спокойненько уголечек состряпать там, все сделать. Ну а где здесь все это можно купить? Оказывается, есть такая возможность. Вот здесь вот магазин, все для пикника. Сегодня, сейчас это исключительное место. Теперь вот просто будет супер-мега-предложение по цене. Помните, я вам как-то сказал, что в свое время шашлычницы различные города Магнитогорска вам заряжали мясо за 1500 рублей за килограмм. Здесь такого нету. Здесь даже самая вкусная домашняя свининка, это 390 рублей за килограмм. Понимаете, да? Вкуснятина. Ну, естественно, если вы хотите в большой компании, а там уже где абсолютно без разницы, но есть такое место у нас, метро. Вот, там, конечно, мясо не домашняя свининка, но неплохая, кстати, мясо. Вот, там 290 рублей, опять же, за килограмм. То есть, берете, насаживаете, здесь все это дело маринуется. Естественно, без кинзы и базилика, но с замечательным, восхитительным и очаровательным лучком. И все. И, естественно, вы должны понять, что нужно не только просто мяско-то еще нужно. А как, допустим, семгочка, а как насчет баранинка, да? Все это есть. А если вы вдруг захотели еще и котлеточки всякие там, это тоже может быть здесь. Здесь много чего интересного. Пастурма, суджук, курник, сосиска в тесте. Да все, что надо. То есть, просто приехали, остановились, заказали свое фирменное мяско и еще кое-что к нему. И все. И на природу. Вот только на природе алкоголь вам употреблять нежелательно. Потому что лучше все-таки вернуться потом в городе, в семье и там уже употребить. А на природе все-таки лучше свежий воздух и чистый, вкусный, ароматный шашлык.